Добрый день! С вами Лаврентий Ивановна Анастасия, и мы снова поговорим об астрологии и не только. Сегодня мы разберём ретроградный Меркурий, которого никто не любит, и, как всегда, у нас будет глубоко и интересно. Меркурий – мысль, ретро-меркурий – переосмысление. То есть переосмысление в 2021 году по ретро-меркурию – стихи воздуха. Первая его фаза – это водолеи. В этой стихии Меркурий сильнее всего. Он наиболее здесь жаден до информации, связей, контактов. Поэтому, как вы понимаете, ретро-меркурий с 30 января до 21 февраля вспомнит, наверное, старые конспекты, старые контакты и заставит всё это дело переоценить. На самом деле ретро-меркурия не стоит бояться, расстраиваться. Это очень хорошо, если мы вспомним, что Меркурий – мысль порождает мысли-образы, мысли-формы по Венере. И если у нас есть какие-то мысли неправильные с точки зрения нашего высшего Я, то как раз ретро-меркурий и даёт возможность исправить нам наши же неправильные ошибки. На самом деле Меркурий в градусах ретро-петли ещё с 15 января. То есть тогда он зашёл в градусы вот этой петли. Все контакты, идеи, которые появились вот с середины января до его конца, будут пересмотрены дважды. С 30 до 21, а потом ещё раз с 21 февраля до 13 марта. Вот это и есть ретро-петля. Поэтому уже вспоминайте, что было там тогда. А ретро-меркурий подвергнет сомнению, подвергнет переоценке, вот все те знания. А то, что будет вот непосредственно с 30 января до 21 февраля, будет переоценено, переосмысленно. Поэтому покупки, контракты классические не рекомендуется. Оформление документов. Меркурий символизирует контакты, торговлю, коммуникации, мышление, дороги, поездки в водолее. То, безусловно, это современные системы связи. Это тоже сюда относится. И ретро-меркурий поднимет вопрос, насколько вы соответствуете гибкому, пластичному, неординарному движению мысли. Насколько вы готовы меняться, готовы учиться. А ретро-меркурий вполне подсунет ошибки, задержки, опоздания, сбои, проблемы со связью. То есть он остановит там, где что-то пошло не так. Документы, сделки заставят перезаключить. Проекты будут нерезультативны. На тех, у кого ретро-меркурий в наталье, вот это не подействует. У них, наоборот, будет наиболее результативный, работоспособный период. Итак, не время начинать новое, мы скажем. То есть ретро-меркурий – это время для анализа, подведения итогов, хорошо усваивать пройденное, то есть повторять. Вся природа, весь мир будут сопротивляться новым начинаниям. Поэтому ожидайте, будьте готовы к препятствиям, к каким-то задержкам. Новые знакомства, новые покупки, новые клиенты, они не принесут ничего перспективного, скажем. Документы обязательно как-то где-то задержатся, потеряются, или в них будут обнаружены ошибки. Поэтому подавать иски, заявления и прочее не рекомендуется. Учёба новому, курсы новые будут идти туго, и весьма вероятно, что придётся переучиваться. На ретро-меркурий можно повторять, но не начинать новое. В поездках будет что-то ломаться, например, транспорт, обещания, договоры, сделки будут вряд ли выполняться. Диагностика, обследование, думаю, что лучше не проводить. Следите за словами. Информация и слова будут восприниматься не совсем правильно, то есть искажённо. Переспрашивайте. То есть это время в идеале провести в тишине, самоанализе, понятно, молитве, общении с предками, с создателем, то есть возвращаться к своим истокам. Информация извне сейчас будет очень искажённая. Отношения с соседями, одноклассниками, родственниками будут напряжёнными. Кстати, на ретро-меркурии высока вероятность действительно встретить старых знакомых. Безусловно, следует отложить покупки всех носителей, передатчиков информации, то есть компьютеры, телефоны и прочее. Не следует, ещё раз скажу, оформлять каких-то новых документов, то есть завершать сделку можно, но нового ничего нет. Оформляться на новую работу, ехать в путешествие в новое какое-то место, вступать в новую должность – нет. Хорошо закрывать долги. Также в одолее нервы. Ретро-меркурий проверит нервную систему на стойкость тоже. Особенностью этого ретро-меркурия в том, что он приходится на сретение. То есть это очень важная точка коллагода, вот эти 15 градусов водолея, сретение, громница, имболк – это встреча, битва мары зимы и девицы весны. Это мощнейшая сакральная точка коллагода, одна из восьми. Обратите внимание, сакральные точки не привязаны к человеческим календарям. Это человеческие помрачения, изыскания, которые сбивают с ритмов божественных. По Солнцу следует ориентироваться, а не по календарям. Мы проговаривали, что есть 4 сакральные точки коллагода. Это 0 градусов кардинального креста, то есть зимнее, летнее, солнцестояние, весеннее, осеннее равноденствие. Также есть еще 4 промежуточные сакральные точки коллагода. Они попадают в 15 градусы фиксированного креста. Об этом на нашем канале есть много подробных роликов в плейлисте «Устой предков». Так вот, первая из вот этих как бы дополнительных дат, то есть середина между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием, это громница, встреча, среча старухи зимы и девицы весны. Встреча зимы и весны – это бой, среча на Мираколице Яви, гром гремит, перунов. Вот что такое громница. Это перелом зимы, где властвует старуха Мара, перелом вот этой вот как бы тьмы. На Сретене люди закликали весну, на самом деле как бы закликали пробуждение, желание привнести свет в Яви. Яви – это наш явный мир, то, что мы видим. И вот в этом 2021 году получается, что пробуждение наступает через просмотр, перепросмотр. То есть мы говорили, сюжет новый рождается через выводы по предыдущему. И в любом случае здесь нужен осознанный запрос на пробуждение. И для этого ещё и нужна готовность самим, конечно же, меняться. На Имболк громницу наши предки совершали очистительные обряды, то есть они очищались на земном плане. И мы будем тоже точно так же чиститься на ретроградном Веркуре, то есть покаяние, пока я, не я. Во всех тонких планах будем стараться это сделать. Поэтому смысл этого ретро-Меркурия – очищение. Очищение мыслей, в первую очередь, конечно же. Предки отливали специальные громничные свечи. Громницы посвящали громовержцу Перуну, подателю божественного огня и света. Укрепляли таким образом и дух свой. Традиционно громничные свечи сплетались в косу из трёх свечей, которые кверху расходились трезубцем, символом единства, примирения Яви, Нави и Прави. Тоже вот таким образом на такой символ герба Украины тоже нужно посмотреть. То есть это соединение трёх вот таких вот совершенно разных миров. Сретение, ещё раз, это борьба тёмных и светлых сил зимы и весны. Какие сюжеты мы наблюдали накануне? Что у нас сформировало вот эту битву? Вот это и будет темой наших трёх недель ретроградного Меркурия. Безусловно, что у нас гремело с 15 января до 30? Конечно, инаугурация, Навальный и прочее. Вот это всё снова всплывёт. То есть всё это будет снова пересматриваться, пережёвываться. Но наша задача погрузиться, конечно же, в первую очередь во внутрь себя и себя пересматривать. Давайте посмотрим, с какими аспектами происходит разворот нашего Меркурия. Солнце с Юпитером здесь уже говорит о том, что будут инициироваться события, но в то же время это указание в данной карте, это указание на то, что мы будем работать с гордыней и с тем, насколько мы с перспективой смотрим по отношению к таковому слову, как власть. То есть мы временщики или мы с перспективой готовы работать. Что внутри, то и снаружи. То есть насколько мы сильны и далекоглядны, стратегичны на своём единичном плане. Вот то же самое нам будет показывать и наша власть. Диспозитор Солнца с Юпитером в Тельце. Уран – богатство, но без счастья. Марс и Лилит тут рядышком. То есть борьба за ресурсы будет. Диспозитор Урана – Венера в последних градусах Козерога. Сдаём экзамены, соответственно, раз последние градусы, на стержень, на систему ценностей, на нравственности, если хотите. Венера с Плутоном – это, да, это о больших деньгах, о человеческих ценностях. Но в первую очередь это о нашей готовности, опять же, меняться, оставляя истинный свой стержень, если он есть. Нептун в Тау-квадрате к лунным узлам – это о Химере, которая снова выплывет, выплывет кто-то и будет отвлекать нас от действительно важного, ничего личного, как говорится. Тем не менее, аспект такой есть. И мы уже говорили, кто выплыл и от чего отвлекают. Отвлекают на самом-то деле от передела, от геополитических определенных моментов и, конечно же, от рушения экономик. Но и вирус можно также саморассматривать. То есть это отвлекало нас и, кстати, заместило, если хотите, войну, обнулило экономики для того, чтобы откинуть нас на несколько лет назад. Луна в Деве, аналитика и чистка. Чистка души и покаяния, но в первую очередь стратегическое аналитическое мышление необходимо. Оно нам потребуется. Холодная душа, то есть она без впечатлений, то есть холодный ум нам нужен. Квадраты в карте – это о том, что пока новых проектов нельзя и новые образы будущего пока не появляются. Собственно, мы об этом уже говорили, что в 2021 год – это пока не о новых проявленных сюжетах. Смотрите, в какой дом вашей натальной карты попадает вот этот ретро-Меркурий. Там пересмотры. Там, где Нептун, там иллюзии, маски, самообманы, то есть за которыми вы прячетесь от себя истинных, от себя изначальных. Задавайте вопросы всегда. Кому выгодно? Кто стоит за той или иной ситуацией? За митингами, например. Нептун – это же ведь и жертвы. Поэтому задавайте вопрос, кому выгодно? Чтобы что? Тау-квадрат Нептун – это значит, что мы и наши предки не смогли уравновесить земные ценности и высшие, не смогли уравновесить сиюминутную стратегию и более дальновидную, долгосрочную. Итак, используйте вот этот ретро-Меркурий для пересмотра, для самоанализа, для возврата к старым проектам, старым друзьям. Возможно, именно сейчас придут нестандартные решения по вот этим старым вопросам. Ищите свою битву добра и зла. Водолейские две волны – это выбор между добром и злом. А ретро-Меркурий – это говорит о том, что на основании выводов по предыдущему сюжету. Причем, заметьте, не баланс, а именно выбор. То есть, тут вот нужно будет выбирать. И это, кстати, водолей должен быть внутренний запрос на выход на новый уровень, уран-выход на новый уровень, подкрепляемый желанием, готовностью развиваться и самосовершенствоваться. То есть, нужно убрать шоры, иллюзии, самообманы. И если нужно, возможно, перепрофилироваться в конце концов. То есть, пойти на курсы повышения квалификации, например. Свобода водолея – это не взбалмошность и истерия, а это умение пользоваться свободными минутами даже. То есть, это насыщенный график, но это график. Если не зависеть от чужого мнения, то, то есть, со своим стержнем, со своими убеждениями, со своими запросами, интересами высшими, то мы с этим ретро-меркурием водолейским очень даже справимся. Водолей – это режиссер, демиург, творец, новатор. В 2021 году ретро-меркурий нам покажет, где добро, где зло. И мы должны будем писать сценарий, то есть, не под чью-то дудку плясать, а сами решать, как мы дальше двигаемся. С учетом того, что мы тут не один раз живем, у нас еще есть перевоплощение, и этот опыт перейдет и туда дальше. Водолей – эго солнца изгоняется, то есть, нужно по-честному посмотреть на себя и убрать свои вот эти заскорузлые какие-то моменты. Уран, управитель Водолея – сварок, создатель сварги, создатель мира, отец первых богов, то есть, это причина причин, от него исходят мысли, логосы, вот эта живая мысль. Поэтому, если наша мысль заскорузла, закостенела, застопорилась, зашорилась, то ретроградная меркурия нас вернет в то место, где еще не было ошибки, то есть, откуда вот это искажение правильного пошло. И это хорошо. Плохие мысли порождают соответствующие мысли формы и реальность. То есть, наш условный реал, ленинская материя, данная нам в ощущениях, зависит именно от того, соответствуют ли наши мысли предназначению. И если там искажено, то, соответственно, и реальность наша такая же. Ретро-Венера исправлять форму будет аж в декабре, но работать на ретро-Венере, то есть, это уже с более плотным материалом, конечно же, это гораздо более болезненная процедура, чем с воздушными мыслями. Водолей – это и идеология, воспитание идеологическое, кстати. Наша интернет-пропаганда, зомбирование – это часть гибридной войны, и мы должны это понимать. Особенно мы поднимали тему ТикТока несколько месяцев назад. К этому нужно подойти, будет очень осознанно, пересмотреть. На ретро-Меркурии можно очиститься от всего этого наносного. Но для этого нужно понимать, соответствует ли это предназначению и вашей системе ценностей. Водолей, как бы демократия, в хорошем понимании этого слова, в ретро-Меркурии будет, скорее всего, пересмотрена ее ценность. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим роликом, чтобы нас осознанных стало больше. Смотрите и другие наши аналитические разборы, прогнозы, лекции. Скачивайте наш астрологический календарь на 2021 год, пользуйтесь им, синхронизируйтесь. Помните о том, что в этом году есть и серединные точки, которых, конечно, гораздо меньше, чем в високосном 2020 году. Но, тем не менее, ловите волну, будьте осознанны. С любовью, Ваша Настя. Пока-пока.